Всем доброго дня, это Гелиосар и учебник биология, многообразие живых организмов, бактерии, грибы, растения, 7 класс, за авторством Сонина, Захарова, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Часть 3. Страница 49. Царство растения. В современном мире насчитывают приблизительно 550 тысяч видов растений. Они составляют примерно 95% от биомассы планеты, массы всех населяющих ее живых организмов. Растения основные производители, продуценты органического вещества на земле. Флора наших дней представлена растительными организмами самого разного строения и экологических особенностей. Так, у низших растений водорослей. Тело не разделено на ткани и органы, а у высших растений к ним относят мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, есть корни, у мхов, кстати, корней нету, стебли и листья. С экологической точки зрения растения подразделяют на светолюбивые и теневыносливые, обитающие во влажных тропике, субтропике или засушливых местах. В различных климатических зонах именно сообщества разных растений определяют структуру биомов, совокупности живых организмов, животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих определенную местность, тундру, лиственный лес, степь, тропический лес, саванну и т.д. Однако при всем многообразии растительных организмов они имеют общие черты, совокупность которых отличает их от представителей других царств живой природы. Основные признаки растений 1. Практически все растительные организмы – автотрофы, способны к фотосинтезу, образованию органических веществ из неорганических за счет энергии света. 2. Благодаря этому у растений в процессе обмена веществ преобладают реакции биологического синтеза органических молекул над процессами расщепления веществ. 3. В результате растений образуют ту органическую биомассу, которой питаются животные и другие гетеротрофные организмы. 4. Гетеротрофы – это те, кто потребляет готовую органическую продукцию. 5. Автотрофы – те, кто органику производит. То есть растения – это автотрофы, а все остальные, по большей части, гетеротрофы. 2. У растений имеются особые пигменты, содержащиеся в пластидах, специфических органоидах растений. Например, хлорофил. Другие пигменты – оранжево-желтые и красные, каротиноиды – проявляются при пожелтении листьев, а также придают отдельным частям растений – плодам, цветкам, тот или иной цвет. Эти пигменты играют очень важную роль в жизнедеятельности растений, принимая участие в фотосинтезе. Процессы жизнедеятельности растительного организма регулируют особые растительные гормоны – фитогормоны. Их взаимодействие обеспечивает рост, развитие и другие физиологические процессы, происходящие в растениях. Примером может служить этилен, появляющийся в стареющих тканях растений, или ауксины – вещества, ускоряющие рост растений. Фитогормоны синтезируются в ничтожных количествах и транспортируются по проводящей системе организма растений. 4. Клетки растений окружены толстой стенкой, лежащей наружу от цитоплазматической мембраны. Она состоит в основном из целлелозы. Такая клеточная стенка – специфическая особенность растений, у животных ее нет. Наличие у каждой растительной клетки твердой оболочки определило малую подвижность растений. В результате питание и дыхание растительного организма стало зависеть от поверхности его тела, контактирующей с окружающей средой. В процессе эволюции это привело к сильной, гораздо более выраженной, чем у животных, расчлененности тела, ветвлению корневой системы и побегов. 5. Обязательным продуктом обмена веществ растений является клеточный сок. Это раствор разнообразных органических – аминокислоты, белки, углеводы, органические кислоты, дубильные вещества и неорганических – нитраты, фосфаты, хлориды, веществ. Накапливаясь в цитоплазме и в акуолях, клеточный сок увеличивает внутриклеточное давление, вызывающее растяжение клеточной стенки – тургор. В результате этого ткани растений приобретают высокую упругость и прочность. 6. Растения обладают неограниченным ростом, они увеличиваются в размерах в течение всей своей жизни. Царство растений включает две крупные группы организмов – низшие и высшие растения, различающиеся принципиальными особенностями строения и жизнедеятельности. Страница 52. Низшие растения. Группа отделов водоросли. Водоросли – древнейшие представители растительного мира. Они возникли более 900 миллионов лет назад. Ископаемые формы одноклеточных зеленых водорослей найдены в протерозойских отложениях. В кембрийский период, то есть по крайней мере 550 миллионов лет назад, появились крупные зеленые и красные водоросли. Именно они лучше всего представлены ископаемыми отпечатками, так как имеют обызвествленные клеточные стенки. Различные отделы водорослей, вероятно, возникли в результате симбиоза гетеротрофных эукоритических клеток и фотосинтезирующих бактерий. Общее число видов водорослей составляет более 20 тысяч. Размеры и строения водорослей очень разнообразны. Среди многочисленных представителей этой группы встречаются одноклеточные организмы, как пассивно плавающие, в воде, например, хлорелла, так и передвигающиеся с помощью жгутиков, хламидомонада. Колониальные формы могут включать от нескольких организмов до сотен клеток, как, например, вельвокс. Многоклеточные нитчатые водоросли тонкими нитями прикреплены ко дну водоемов или образуют тину, скопление в виде комочков у дна и в толще воды. Многие формы многоклеточных водорослей, например, ламинария, образуют заросли на морском дне. В Атлантическом океане, вблизи Азорских островов, на мелководье, обосновалась занесенная сюда течением от побережья Мексики водоросль Саргассум. Ее скопления занимают такую большую площадь, что дали название морю Саргассово. Саргассово море, я уже от себя добавлю, оно уникально. Если вы помните из географии, то моря, это море, что такое море? Это какая-то часть воды Мирового океана, которая отличается своим составом, соленостью, цветом и так далее от остальных толщ воды Мирового океана. Так вот, Саргассово море это единственное море на Земле, которое не имеет ни одного берега. Это море, которое находится на мелководье в открытом океане Атлантики. И отличается это Саргассово море как раз таки наличием саргассовых водорослей. Благодаря постоянству условий жизни в водной среде, в которой водоросли возникли и пережили целые геологические эпохи, они сохранились до наших дней в формах, мало отличающихся от первоначальных. Строение водорослей. Для многоклеточных водорослей наиболее существенным признаком является отсутствие, даже при сложном внешнем строении тела, настоящих тканей и органов, стеблей, листьев и корней, типичных для высших растений. Такое, не расчлененное на ткани и органы тела, называется слоевищем или талломом, с чем вы уже встречались при изучении лишайников. В большинстве случаев клетки таллома водоросли окружены стенкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ. Нередко наружная поверхность клеточной стенки одета слизью. У многоклеточных форм тело может быть инкрустировано песчинками. Цитоплазма заполняет всю полость клетки или расположена постенно. Одна крупная или несколько мелких выколей заполнена клеточным соком. В клетке находится одно или несколько ядер и хроматофор, хроматофор, органоид, содержащий пигменты и осуществляющий фотосинтез. Питание водорослей, в основном автотрофное. Хворофилл и другие пигменты находятся в хроматофорах. Но есть водоросли бесцветные. В процессе эволюции они утратили хворофилл в связи с приспособлением к обитанию на больших глубинах, куда солнечный свет не проникает. Такие водоросли питаются гетеротрофно. Размножение водорослей Водоросли размножаются половым и бесполым путем. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками, спорами и зооспорами, которые образуются из вегетативных клеток. Споры неподвижны, а зооспоры могут передвигаться с помощью жгутиков. Те и другие покрыты оболочкой и образуются в большом количестве. Зооспоры после непродолжительного движения теряют жгутики и прорастают в новую водоросль, как и обычные споры. Вегетативное размножение у некоторых одноклеточных водорослей происходит делением клеток надвое. У многоклеточных, например, у нитчатых, частями своевища. У колониальных – распадением крупной колонии. Как правило, бесполым способом водоросли размножаются в благоприятных условиях. При ухудшении условий существования, например, при высокой или низкой температуре, накоплении продуктов обмена в среде обитания при или при высокой плотности заселения, загрязнении водоемов, они приступают к половому размножению. В основе полового размножения лежит слияние двух половых клеток – гомет. Мужские сперматозоиды и женские яйцеклетки – гометы могут развиваться на одной особи или на разных. В результате слияния гомет формируется зигота, из которой после прорастания, как правило, образуется своевище. При половом размножении потомство наследует признаки обоих родительских особей, и в результате этого обладает новым сочетанием свойств, что увеличивает его шансы на выживание. У одного и того же вида водорослей, в зависимости от времени года и внешних условий, может наблюдаться смена бесполового и полового размножения. Растения, образующие споры, называются спорофитом, а растения, производящие гометы – гометофитом. У подавляющего большинства водорослей гометофит и спорофит – самостоятельные растения. В ряде случаев на одном растении могут поочередно образовываться и споры, и гометы. Экология и значение водорослей. Экологическая роль водорослей, как продуктов органического вещества, очень велика. Различные группы водорослей приспособились к обитанию в разных условиях, например, на разных глубинах, благодаря образованию в их клетках неодинаковых пигментов – зеленого, оранжевого, красного и других, позволяющих осуществлять фотосинтез наиболее эффективно даже при очень низкой освещенности. Некоторые водоросли сохраняют жизнеспособность при очень низких, а другие при очень высоких температурах. Так, в полярных и высокогорных условиях они живут даже на снегу, нередко окрашивая его в красный, зеленый, бурый, желтый цвета, например, водоросли хламидомонада снежные. Многие водоросли не погибают под покровом снега и льда. Отдельные виды, попадая вместе с бактериями на бесплодные субстраты, становятся пионерами их заселения. Бесплодные субстраты, например, это голый песок или, например, скала, обычная каменная скала. И вот туда попали бактерии и водоросли, и они ухитряются постепенно заселять, превращая эту голую скалу во что-то покрытое мхами, лишайниками и так далее. Таким вот образом постепенно образуется почва. А пионеры в данном случае означают, что они становятся первыми в их заселении. Водоросли живут в почве, в почве и даже в атмосферном воздухе. Например, некоторые виды хлореллы. Многие почвенные водоросли активно участвуют в процессе почвообразования. В толще воды обитает множество одноклеточных водорослей, образующих фитопланктон, растительный планктон. Его используют в качестве пищи многие водные животные, например, членистоногие, раки, рыбы, китовая акула, млекопитающие, ряд китов. Подавляющее большинство видов водорослей выделяют в окружающую среду свободный кислород, образующийся в результате фотосинтеза. Этим кислородом дышит большинство живых организмов. Зеленые водоросли явились родоначальниками всех растений суши. Человек в своей хозяйственной деятельности использует некоторые виды водорослей. Широко использует ламинарию, известную в быту как морская капуста. Во многих странах Европы, Азии и Америки ее употребляют в пищу, на корм скоту и для промышленной переработки. Из нее получают ценные препараты, альгинаты и маниты, применяемые в медицине, парфюмерии и в качестве пищевых добавок. В некоторых странах ламинарию выращивают на морских плантациях. Велико также практическое значение красных водорослей, багрянок. Одну из живущих в северных морях водорослей, хандрус, в сухом виде издавна употребляют как лекарственное средство при заболевании дыхательных путей. Из других багрянок добывают агар-агар, используемый в качестве питательных сред при изучении бактерий, грибов и водорослей, в микробиологической промышленности, а в пищевой агар-агар используют при изготовлении мармелада, зефира, добавляют в хлеб и другие мучные изделия, чтобы они дольше не черствели. Активное размножение некоторых видов водорослей в природных водоемах служит надежным индикатором их загрязнения. Некоторые водоросли могут быть использованы при биологической очистке сточных вод. Небольшое число водорослей известны как паразиты. Многие одноклеточные водоросли, как вы уже знаете, в симбиозе с грибами образуют лишайники. В зависимости от особенностей строения и преобладания тех или иных пигментов клеток водорослей подразделяют на ряд отделов. Зеленые водоросли, красные водоросли, багрянки, бурые водоросли и другие. Страница 58. Отдел зеленые водоросли. Окраска талома зеленых водорослей отражена в названии этой группы. Число видов зеленых водорослей достигает 13 тысяч. Распространены они преимущественно в пресных водоемах. Некоторые живут в морской воде. Очень немногие приспособились к жизни в условиях периодического увлажнения. На почве, коре деревьев, заборах, цветочных горшках. Зеленые водоросли представлены одноклеточными формами, хлореллах, ламидомонада, колониальными, вельвокс и многоклеточными, тело которых имеет вид нити или плоских листовидных образований. Ультрикс, ульвовые, харовые водоросли, которые часто выделяют самостоятельный отдел. Большинство одноклеточных и колониальных водорослей способны передвигаться с помощью жгутиков. Некоторые одноклеточные неподвижны, например, хлорелла. В клетках зеленых водорослей находятся хроматофоры, содержащие ряд пигментов, среди которых преобладает хлорофилл. Пресноводные многоклеточные теленые водоросли образуют тину и густые заросли в прудах и озерах. Страница 59. Отдел красные водоросли, багрянки. Своеобразие красных водорослей заключается прежде всего в наборе пигментов, что позволяет им обитать на глубинах до 200 метров. В хроматофоре багрянок, помимо хлорофила и каротиноидов, содержится еще ряд водорастворимых пигментов красных, фикоэритринов и синих, фикоцианинов. Соотношение этих пигментов и зависит окрас таталлома, которая может изменяться от малиново-красной, когда преобладает фикоэритрин, до голубовато-стальной при избытке фикоцианина. Запасными веществами является специфический для красных водорослей так называемый багрянковый крахмал, который откладывается в цитоплазме вне хроматофоров. Красные водоросли распространены повсеместно, но преобладают в морях тропического и субтропического поясов. Общее число видов достигает 4000, из которых лишь около 200 приходится на пресноводные водоемы и почву. Слоевище багрянок имеет вид кустиков, составленных из ветвящихся нитей. Реже оно пластинчатое или листовидное, до 2 метров длиной. Красные водоросли составляют самую большую группу растений в морской природной растительности, фотобентосе. В странах Восточной Азии некоторые виды багрянок разводят и употребляют в пищу. Многие служат сырьем для получения агар-агара, используемого в микробиологии и в качестве питательной среды для выращивания микробов йода. Для получения йода, а не выращивания йода. Йод нельзя вырастить, его можно получить. Так вот, багрянки неплохой источник йода. В Норвегии на прибрежную приливно-отливную зону, богатую красными водорослями, во время отлива выпускают овец, как на пастбище. Страница 60. Отдел «Бурые водоросли». К этому отделу относят исключительно многоклеточные, сравнительно высокоорганизованные организмы различных размеров. Для них характерна бурая окраска слоевища от оливково-желтой до темно-бурой. Она обусловлена смесью разных пигментов – хлорофила и каротиноидов. Это различные цвета. Хлорофил, как правило, зеленый. Общее число видов достигает полутора тысяч. Распространены они в морях и океанах всего мира, преимущественно в прибрежных мелководьях, но также вдали от берегов, например, в Саргасовом море. Бурые водоросли – важный компонент придонной растительности – фитобентоса. Среди бурых водорослей можно наблюдать формы от микроскопических нитчатых организмов до настоящих гигантов, когда слоевище может достигать в длину 50 метров. Например, ламинария или растущие в прибрежных районах Северных морей фукусы имеют тело длиной в несколько метров, а обитающую побережье Южной Америки – макроцистис – легко достигает 60 метров. Тело бурых водорослей расчленено на части, внешне похожие на вегетативные органы высших растений – ризоиды, напоминающие корни, ствол и листовые пластинки. Ризоиды – выросты тела, служат для прикрепления к грунту или подводным скалам. В таломе у некоторых имеются воздушные пузырьки, удерживающие листовые пластинки, стволы в вертикальном положении. Бурые водоросли – один из основных источников органического вещества в прибрежной зоне, особенно в морях Умеренного и Приполярного поясов, где их общая масса, биомасса, может достигать десятков килограммов на один квадратный метр поверхности дна. В слоевищах и особенно между ризоидами поселяется несметное множество мелких животных – полипов, червей, моллюсков, ракообразных, так или иначе связанных с бурыми водорослями. Для одних они источник питания, для других – убежище или место прикрепления. Многие рыбы откладывают на слоевище морской капусты и креньки. Так ведет себя, например, дальневосточная сельдь. Отмирающие каждый год слоевища потребляются некоторыми беспозвоночными животными и образуют детрит – основную часть прибрежного ила. Вопросы и задания. Но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Как питаются и размножаются водоросли? Питание у водорослей по большей части автотрофное. Будучи растениями, пусть и примитивными, они сами производят органическое вещество для себя при помощи хлорофила и ряда других пигментов. Но есть водоросли, у которых в процессе эволюции утратился хлорофил и они перешли на гетеротрофный тип питания. Эти водоросли, как правило, обитают на очень большой глубине, где нет солнечного света, а без солнечного света хлорофил не работает. Размножаются водоросли, как правило, либо бесполым, либо половым путем. То есть там два варианта развития. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками, спорами и зооспорами. А половое это происходит при образовании двух половых клеток. Мужских половых сперматозоидов и женских яйцеклеток, которые сливаются и образуют гомету. Причем образование такое может быть как на одном организме, так и на разных организмах. То есть на двух разных водорослях может произойти такое образование. И слившись, две клетки образуют новый единый организм. Как правило, половое размножение у водорослей происходит, когда условия окружающей среды неблагоприятны. Например, когда водоем слишком сильно загрязнен. Или температура воды очень высокая или очень низкая. Если же условия среды для водорослей максимально комфортны, они размножаются спорами. Собственно говоря, это ответ к второму вопросу я только что дал. Когда водоросли размножаются бесполым путем. Когда условия окружающей среды для водорослей максимально комфортны. Третий вопрос. Где встречаются бурые водоросли? Они обитают практически по всему миру. Очень распространены в морях и океанах всего мира. Преимущественно в прибрежных мелководьях. Но есть и вдали от берегов. Некоторые встречаются даже на больших глубинах до 200 метров. Четвертый вопрос. А характеризуйте особенности строения бурых водорослей? Их особенностями являются, во-первых, достаточно большие размеры. От микроскопических и до 60 метров в длину. Тело бурых водорослей разделено на части. Внешне похожие на вегетативные органы высших растений. Называются эти органы, эти разделения, ризоиды. Они напоминают корни растений, ствол, листовые пластинки. Вопрос номер пятый. Какова роль бурых водорослей в природе? Бурые водоросли это один из основных источников органического вещества в прибрежной зоне. Особенно в морях умеренного и приполярного поясов. Где их общая биомасса оказывается очень велика. Шестой вопрос. Каковы отличия красных водорослей от бурых? Красные и бурые, ну из самого названия понятно, что прежде всего они отличаются цветом. Красные имеют красноватые оттенки, бурые, соответственно, бурые оттенки. То есть прежде всего они отличаются пигментами, которые входят в состав их своевищ. Также запасающим веществом у красных водорослей является багрянковый крахмал. А для бурых водорослей характерная бурая окраска. Она обусловлена сочетанием хлорофила и каротиноидов. Седьмой вопрос. Сделайте сообщение о роли красных водорослей в природе и жизни человека. Ну, практическое значение красных водорослей, багрянок, для человека велико. Их используют в качестве лекарственных средств, например. Их используют кое-где и в качестве питания. Очень активно их применяют в качестве различного сырья для производства различных медицинских препаратов. Так что там очень много разных вариантов. Из красных водорослей активно добывают агар-агар, йод, бром, также калийные соли. Водоросли очень богаты витаминами. Так что получать из водорослей можно очень много самых разнообразных химических и биологических веществ. Восьмой вопрос. Какие водоросли образуют тину на дне водоемов? Как правило, это зеленые нитчатые водоросли. Они бывают разных типов. Девятый вопрос. По каким признакам объединяют все водоросли в одну группу? Объединение водорослей проводит по следующим признакам. Строение талома и клеток, наличие пигментов, чередование полового и бесполого пути, сходство мест обитания. И десятый вопрос. Это составьте развернутый план параграфа. Что ж, здесь просто общая характеристика водорослей. Второй пункт. Строение водорослей. Третий пункт. Питание водорослей. Четвертый пункт. Размножение водорослей. Пятый пункт. Значение водорослей. Шестой. Это отдел зеленые водоросли, седьмой пункт отдел красные водоросли, восьмой отдел бурые водоросли. И можно добавить девятое вопросы и задания. И десятое. Итог. Так вот, итог. Водоросли. Это сборная группа низших растений, включающая отделы бурых, красных и зеленых водорослей. Водоросли могут быть одноклеточными, колониальными и многоклеточными. Тело многоклеточных водорослей не имеет вегетативных органов. Размножаются водоросли как половым, так и бесполым способом. Водоросли населяют все водоемы планеты, живут в почве, на поверхности Земли, даже в воздухе.